Ну что же, сейчас мы начнем наше интервью. Всем привет! Мы сейчас готовы встретиться с невероятно талантливым хореографом из Южной Кореи, Джей Ким. Джей преподавал в наиболее известных отзывальных школах One Million Dance Studio и в других лучших школах Кореи. Также он работал с такими известными артистами, как Лу Хан, Джей Пак и многими другими. Здесь в России Джей Ким проведет два мастер-класса, 9 декабря в Санкт-Петербурге, 10 декабря в Москве. И сегодня нам выпала возможность немного пообщаться с хореографом и задать ему несколько вопросов. Здравствуй, Джей! Добро пожаловать в Россию! Не могли бы вы поприветствовать зрителей, которые сейчас смотрят трансляцию в режиме реального времени? А, да, 안녕하세요! Здравствуйте! Я в России, поэтому я в России. Спасибо. 감사합니다. 혹시 우리 지금 보고 있는 분들한테 인사만 해주실 수 있을까요? 네, 안녕하세요. Hi, я Jay Ким. 처음에 제가 러시아, 또 Санкт-Петербурге에 찾아봤는데요. 너무 날씨도 좋고, 오늘 좋은 인터뷰 자리 마련해주셔서 정말 감사합니다. 그리고 이제 워크샵 있을 예정인데 많은 분들, 분들 함께 와서 즐겨주셨으면 좋겠습니다. Здравствуйте, меня зовут Яким, и я приехала в Россию, до Санкт-Петербурга, и вот собираюсь поехать в Москву. Погода очень хорошая, мне очень нравится, и очень надеюсь, что все люди присутствуют на воркшапах, не все, но многие. Мы тоже очень рады встрече с вами. Спасибо, что уделили время и согласились ответить на несколько вопросов специально для Дирзон. Вы путешествуете по миру и проводите мастер-классы. Вы уже побывали во многих городах. Было ли что-то, что запомнилось вам во время путешествия? Поехали! Но это очень тяжело, поэтому я не помню. Очень интересная информация. Что же, еще недавно вы были в Париже, а теперь наконец приехали в Россию к нам. Мы слышали, что вы взяли с собой самые теплые вещи. Как вам зима в России? Не замерзли? Паре, Беллина, и в Канг, и в Канг. Я не знаю, что в Париже, и в Пекине мне не очень холодно, потому что я вообще не из тех людей, которые мерзнет, я взял с собой пуховик, но до сих пор в России еще ни разу не надевал, потому что не холодно. Очень хорошо, что вы у нас тут не мерзнете, но здоровье это самое главное, поэтому следите за здоровьем. Вы пару дней в Санкт-Петербурге, но что можете сказать о городе? Что вам понравилось больше всего? Куда успели сходить? У нас здесь, где-то, 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 где-то? В интервью океанах, очень большая штука. Штука? Да, штука. И потом... Какой штука? Один из самых известных... И вот, что? Лампа? Да, да. И потом, Там сейчас уже как-то так, как пляж. В общем, здесь как-то так. А вот с зданием, здесь есть еще один компон. Да, где-то такой, но это очень большой и красивый. Поэтому там, очень хорошо. Сегодня, когда я пришла, я посетил Спаснокрови. Спаснокрови и Дворцово площадь. Очень понравилось, очень красиво. Спасибо. Спасибо. Да, действительно, Санкт-Петербург очень много красивых мест, которые можно посетить. Сейчас я бы хотела спросить вас о блюдах русской кухни, которые вы уже успели попробовать. Машу 음식 드셔보십시오? А, да, я съеду. Машу 음식у. Машу. 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 Вам х 하면 руч kg × Да, русский кухни мне очень нравится. Я уже успел попробовать борщ и шашлык По вкусу похоже на корейскую еду, поэтому мне quite понравилось. А если какие-то блюда, которые вы хотели попробовать, еще не попробовать? Я не могу еще раз разговаривать, но... Слушай, мне кажется, что я хочу тебе еще разговаривать? А... Украина... В韓国 есть саргинские, которые говорят, а в России есть саргинские, которые больше есть саргинские, но это такое, то есть саргинские, что там есть саргинские, и они очень рады. В Корее есть цангипсай, когда на гриле жарят мясо, и если в России есть похожие блюда, то очень хочется попробовать. Надеемся, что вам это удастся. А что вы можете сказать о русских людях и русской речи? Вы учили какие-нибудь слова или фразы на русском языке? Думаю, наши зрители будут очень рады, если вы сейчас попробуете сказать что-нибудь по-русски. Вы можете сказать о русском языке или русском языке. Русский язык? Да, русский язык. Русский язык очень маленький. В целом русский очень высокий. И это очень красивый. cpc Немножко сложно мне, но я постараюсь, в общем, русские люди выглядят мягкими, выглядят мягкими, я уточнила, не пропорции, не пропорции, а именно, я думаю, что мягкие именно, ну, как, может быть, доброжелательные, или что-то в этом роде, да. Очень доброжелательные, доброжелательные, да. Приятно слышать такие комментарии в адрес НашПердород. Могли бы Вы сказать что-нибудь по-русски для зрителей, которые слушают Вас сейчас? Это замечательно, у Вас замечательно получается. Прямо сейчас зрители оставляют очень много положительных комментариев, такой красивый, такой голос приятный. Вот, такое Вам пишут. Что касается русской еды, Вам очень советуют попробовать пончики. А сейчас, я думаю, нашим зрителям было бы интересно узнать о том, кто же такой Джеймс. Джей Ким, расскажите немного о себе, например, какие у Вас предпочтения в фильмах, какая музыка Вам нравится, быть может, Вы могли бы что-то посоветовать из музыки? Тонко типы, т.к. Ой, мне ближе keen toe. На долined談. Ну, я主ную позицию вам 티 ou такого, как что-то прочитал. Там очень нравится фильм, который есть какой-то скрытый смысл, сообщение обществе. В «Мелло» фильме есть «If only» и «Кетчими и Пью Кэн» и фильм «Леонардо Ди Каприо» и фильм «Леонардо Ди Каприо Кетчми» Понимай меня, если сможешь. Да, спасибо. И 음악, в случае, я очень смысл. Я очень люблю, спокойно. Очень мелодичная музыка. И музыка. Очень любят музыку, в которой текст имеет смысл. Например, Cool Play. Джеймс Бэй, Эдди Ширан. Джеймс Бэй, Эдди Ширан. Джеймс Бэй, Эдди Ширан. Да, мы действительно заметили, что вы часто ставите свои хореографии под такие спокойные треки. Эдди Ширан и Дрэк Юс. Да. Что насчет стиля одежды? Какой стиля одежды вы предпочитаете? Какой стиль? О стиль? Эдди Ширан. 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 До того, как стал хореографом, был моделью, и до недавнего времени посещал модельная академия. И на самом деле очень люблю такой фэшн, очень стильную одежду, но спортивную одежду особо не люблю. Но иногда надеваю, потому что удобно, но предпочитаю фэшн. Но фэшн при этом немножко простой, то есть не вычурнен. Давайте попробуем представить такую ситуацию, если бы вы не стали хореографом. Если бы вы не стали хореографом, то кем бы вы могли работать? Я не могу говорить, но я не могу. Какой человек? Какой человек? В основном, я видел мюзиклы, но я хотел бы стать мюзиклы. Но если бы вы не стали хореографом, то хотел бы участвовать в мюзикле, стать актером мюзикла. Да, очень нравится мюзикл, или если бы это не получилось, то хотел бы стать стюардом. Мне кажется, очень бы подошло. Да, я тоже думаю, что Джей Ким Ким идеально бы смотрел свою роль стюардом. Да, я тоже думаю, что Джей Ким Ким идеально бы смотрел свою роль стюардом. Какие люди, которые вы делали, что вы делали? Вы можете делать другие вещи, какие-то, 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 какие-то? Я играл на фортепиано, и так готовился к слушанию музыкал, но на самом деле пою не очень, нормально, но не очень. Мы бы очень хотели услышать когда-нибудь ваше пение, я уверена, что на самом деле оно лучше, чем вы это себе представляете. Да, но зрителям очень интересно, планируете ли вы и в будущем пытаться на какие-то роли в музыкале попробовать себе в музыкале. В будущем, когда я смотрю в музыкале, вы думаете о музыкале? Нет, хотя бы я несколько месяцев назад в Мексико-мексико нанесал, но тогда у меня есть генданты поэзии, но я взаимодействовал и не видел, но это не обязательно, но если есть возможность, я буду видеть различных гендантных поэзии. Несколько месяцев назад, когда я был в Мексике, была возможность сходить на прослушивание, но я был в Мексике. На самом деле я всегда просматриваю, какие есть прослушивания, и по возможности стараюсь ходить. Мы желаем вам дочь в этом деле. Ай, ади, ади, ади. Так или иначе, сейчас основной вид вашей деятельности — это танцы, хореография. Почему вы решили стать хореографом? Кто или что вдохновило вас на этом? Амбука… как это было? Какие люди были, кто-то, кто-то. Кто-то играет, кто-то. Амбука, кто-то играет, кто-то играет. Амбука, кто-то играет, кто-то играет. В основном я была 16 лет. когда я начал им поворот, я начал им поворотом бипои, но я 20 лет, когда я был в Китае, я хотел бы делать джунда на Китае. я начал поворотно бипои, поэтому я решил, чтобы было не было трудно делать, так что я начал танцовать, Я не могу стать хореографом, просто буби-поэм. Насколько вы знаете, в 20 лет все корейские мужчины должны идти в армию, я тоже пошла в армию, и из-за этого у меня не было возможности заниматься танцами, потом был отпуск в армии, был небольшой отпуск, и как раз в это время было прослушивание «One Million Dance» в студию, и благодаря судьбе я прошел это прослушивание, и меня выбрали. Очень интересная история. На данный момент, какого бы вы могли назвать своим примером для подражания, как в жизни, так и с точки зрения танцора, хореографа? – Я сейчас поэтому, что, насколько я ищусь? Как вы думаете о роли модели? В общем, как таковых кумиров нет, потому что уже со временем кумир исчезает, но есть один хореограф. Ка-Иль-Ханагами. 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 И для нашего гостя он нравится. Что же, теперь перейдем к части, которая наверняка очень заинтересует наших зрителей. Нам известно, что вы сотрудничали с различными кип-поп исполнителями. И 여러 가지 кип-поп и айдоли. Ка-Иль-Ханагами. 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 И в итоге, когда снимали уже музык-видео, когда снимали музыкальный клип, наш гость выступил в качестве фоц mafy-поп. Это очень интересно. Теперь я бы хотела узнать что-нибудь о работе с J-POPом. О чем мы учили? J-POP в этом году, так что Y-POPом который там Так что это многое силы, быстро рассмотрели и хорошенько. а еще что-то накуса интересная часть была Внутри Soap私овке бэкзufen, в моем виде 되게 местной холстюмином мус Jurassic Park. Внутри, вấtheads, в этом доме очень длинного холста. А ты, Rescue тебе бэкзюляю? Туда здесь бэкземненько? Да, поэтому она маленькая, но потом поднялась, и нога поднялась. А, нога поднялась? Да, немного удивительно. Но я люблю J-PAC. Мне кажется, это интересная история. В общем, когда я работал с J-PACом, J-PAC очень хорошо танцует, прям очень хорошо танцует, и всю хореографию, которую я подготовил, очень быстро схватывал. Можно сказать, схватывал на лету не только он, но и танцоры, которые с ним работают. И когда было уже время перед выступлением, было очень, так сказать, удивительный момент. Удивительный момент, когда мы репетируем без обуви. И тут J-PAC надевает свою обувь, и становится очень высокого роста. Не может быть! Очень высокого роста. Потому что я специально уточнила, обычно рост вступного роста не очень высокого, но становится очень высокого роста. И в заключение, J-PAC, я тебя люблю! Сейчас мы бы хотели узнать немного о вашей работе в качестве хореографа One Million Dance Studio. Какого отношения в коллективе? Хореографы между собой или это скорее профессиональные отношения? Дома с другом! Ладно! Аって иран с другом между собой! А если не прости abolition, то жеソ Когда Германия присутствует, мы работаем в бомбе, но затратите. Я вызову vocabulary, try и кандидат, и интересное учитывание, т.к. Все, мы все много в преступлении, в принципе, не в покажировании, о том, что прежде всего, из-за всех этих людей, как-то простая ангел prova, Мы тоже очень делаем, и часто мы очень часто общаемся с друзьями. В основном, со всеми остальными хореографами, Ван Миллион Дэнст студио, отношения как просто с коллегами, есть два человека, которые дружны. Среди мужчин это Ан Буньон, и среди женщин... Чэр Шевчин. Нет, Чэр Хевчин. Женщина. Вот, и я не знаю, здесь, наверное, нужно небольшое предусловие, в Корее есть такая культура, называется хэщик. Хэщик — это когда люди, которые работают вместе, они практически каждый вечер ходят выбивать куда-то. Но так как в One Million Studio, людей, которые любят алкоголь, практически нет, то у них нет вот этих самых хэщик, и часто они не могут собираться. Может быть, именно поэтому отношения больше, как коллеги, не как друзья, потому что нет времени на спустилить. Если говорить о One Million Studio, нельзя не упомянуть шоу-кейс хореографов. Есть ли какие-то интересные эпизоды с этого мероприятия? Есть ли какие-то интересные вопросы? А, ну, это интересное дело. Я, когда в сфукеис подготовка, в сфукеис подготовка, когда вы готовили, в сфукеис подготовка, История не то чтобы интересная история? Не то чтобы интересная, но когда мы готовили шоу-кейс, был момент, когда за неделю до шоу-кейса один человек выбыл из проекта. И пришлось срочно выбирать нового человека, и всем остальным членам команды пришлось заново учить хореографию, подстраиваться под нового человека. И он очень благодарен членам своей команды за то, что они поддержали его, не сдались в такой сложный момент. Да, действительно, хореографии 1 миллион просто великолепны. Да, 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 да. Ну что же, поговорим немного о ваших личных мастерклассах. Мы заметили, что в конце занятий вы часто внимаете участников. Есть ли еще какие-нибудь маленькие секретики, которые помогают вам поддерживать дружелюбную атмосферу в зале? Всего здесь серьезный момент оно жжет глаза, но отдыхает эффекты. Да. Аааааа… Ааааа... В каком году FCC Day Eco Auto Buffalo 오후, из значит moинengine вперед 100-120 пол connaула в его сега – νη shuffle lig Chatκу, а у ours produce много ферлику, Учится. Тогда я тоже злуюсь, обоих условиях. Поэтому вот когда шансы в том, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем, что нас не знаем. Спасибо за просмотр! В Мексике все началось, и выставили немного грустную хореографию, и было много, очень было много плачущих людей в зале, которые участвовали на оркшопе, и не только в Мексике, но и в других местах были люди, которые плакали, и в какой-то момент просто возникло желание обнять этих людей, поддержать этих людей, да. И я не очень хорошо говорю по-английски, но как-то, насколько могу словами, и не только словами обнять людей, и просто пытаюсь, не знаю, как сказать, чтобы передать, подподрить, да, утешить, сделать людям жизнь теплее. Ну вот теплее, я не знаю, я не могу другого подходящего слова подобрать, просто сделать жизнь теплее, приятнее людям. Действительно говоря, в участниках мастер-классов, несмотря на то, что многие люди хотят научиться хорошо танцевать, большинство новичков боятся выглядеть нелепо во время мастер-классов. Не могли бы вы как-то подбодрить таких людей прямо сейчас? Я думаю, что многие люди хотят научиться, но все это не могут быть в порядке. Да, да. Многие люди, которые очень тяжело занимаются, да, да. Поэтому, как ты думаешь, что этот человек, который собирается встретиться в шуме? Сначала, я думаю, что это очень трудно. В результате, что он очень нужный момент, и на самом деле, что он разное путь, и что он же понимает, что это было бы так, что он стал слушать. И я тоже так сказал, что это было бы 10 лет. В этом году я прошла в 1миллион, и я прошла в 1миллион, и я прошла в 1миллион. Прямо мама махала как бы, все, но я это очень делаю. Я вам сказала, что довольно так уж и сложно сказать, что будет особо подробно, и я подумала чего-то как очень сложно. Я с вами рассказал, что очень важно, что я с вами рассказываю. Я 항상 влажно, что у вас всегда очень сложное, чем в шутбе, сегодня я вам сказала, как вы сейчас становитесь к нам, Людмила, повреждения ограничить, Они действительно не безусловно воспринимаются, который не имеет насоски для того, чтобы проверить какие-то, потому что я должен знать, что на väldigt част 하고 кто-то, а его штуки очень важны, но все в силах для таких команд, что они должны сделать хорошую песню, чтобы выступать бесплатно. Делаю вам очень хорошие опыты, которые не знают, и я думаю, что это очень хорошая опыт. Я думаю, что это очень хорошая опыт. Хип-хоп или мы можем видеть музыку, и мы можем много испытывать. Но я думаю, что это будет более ярким опытом, и я думаю, что это будет очень приятно. я тоже до сих пор иногда бывает что я чувствую что я не очень хорошо танцую у меня был десятилетний опыт был десятилетний опыт танцора а потом я пришел в 1 million dance studio и начал с ученика то есть не стать не сразу стал хореографом где-то 8 месяцев учился и очень часто возникали мысли что я ничего не могу мне очень тяжело мне было очень неловко и я хочу сказать что самое главное это опыт это опыт то есть нужно как можно больше тренироваться как можно будет больше тренироваться даже если не получается нужно все время продолжать тренироваться например есть среди знакомых танцоров люди которые у них есть все способности но они недостаточно уделяют времени тренировкам и когда я смотрю на таких людей мне становится грустно потому что тратят свою жизнь вот и люди которые приходят на мои мастер-классы они получают несколько иной опыт потому что это не хип-хоп музыка это мелодичная музыка очень хорошие слова я надеюсь многим удастся когда-нибудь хоть раз попасть на ваш мастер-класс тем более что все созданные вами хореографии просто великолепны какую хореографию вы считаете своей любимой ваа амболе о мозгах имени мастер-класс мастер-класс уверен� что что全 уходило поэтому я вамуу вамуу при в упроем и поэтому от Я имущество постоянно проводятся необычные силы. Доступного в том, что им было два человека. Сынки надоeta. Они делали все, что они stimут по уму. Сынки нужно делать. Мы всегда делали разные разные вещи. Я думаю, что я в этом видео был очень важный момент, и я думаю, что в этом году очень много из этих жертвов, что я думаю, что я думаю, что я думаю, что это было очень много, Рассказка Во-первых, большинство танцев он ставит для двоих людей, то есть если есть какой-то партнер. И человек он тоже как две половинки, каждый человек. И одна половинка очень тяжело в данный момент, очень тяжело и хочется сдаться и ничего не делать, но вот другая половинка тянет вперед. И вот эта хореография, она об этом. И когда он прорабатывал эту хореографию своими учениками, они тоже прочувствовали идею. И получается, что всегда, когда кто-то хочет сдаться, всегда есть тот, кто поддержит, понимаете? О, это просто прекрасно. На самом деле я тоже видела хореографию на Let It Go, и мне очень это понравилось. Всем советую посмотреть, вы достанетесь впечатлением. Вы уже готовите какие-нибудь новые хореографии на 2018 год? Расскажите немного о своих планах на будущее. Три очень, что появится новая roseлюшия в игре наговор на UK, которые выбрали афина? БIRD и другие атисты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я думаю, что-то быстрее Субтитров А.Кулакова Ворока Ворокшопа Может быть, не надо Ну, сейчас, когда закончится тур по Европе, я планирую поставить новый танец артистам по имени Бади, и если все будет хорошо, то ребята, которые участвуют в московском воркшопе, возможно, смогут уже увидеть эту хореографию на этом воркшопе, так что поздравляю, ребята. Вы слышали это? Вы слышали? Все живы в Москву. Ну что же, большое спасибо вам за ваши ответы. Напоследок, мы бы хотели попросить вас сказать несколько слов зрителям, которые смотрели вас на протяжении всего этого времени, а также тем, кто собирается посетить ваши мастер-классы в Санкт-Петербурге и в Москве. Санкт-Петербурге и в Москве. Здравствуйте, я Юрий Кюнь. Вчера, я всегда часто на уроки, на уроки, на уроки, на уроки, на уроки. И все остальные проблемы, которые не будут мать? Иногда вопросы, то есть и вопрос, что я не могу. А также вопросы, которые думают, что я не могу. А я не могу. Но что-то очень много. Поэтому это просто мой аккаунт, но я не могу говорить, что я не могу. Но если кто-то увидел, я думаю, что я думаю, Желтый человек, выбранные истории, и эмоции он с ним легко, и эмоционально. И если бы мы любили свои истории, мы хорошим образом подготовиться и будет много. Поэтому, многие из Санкт-Питерсбург, Убоскоба, с Энси-Клаба, И я, скоро, сегодня, еще больше страны и больше, чем работают. Поэтому, всегда поддерживайте, спасибо. Спасибо! Здравствуйте, я Джейки. Когда я приехал на мастер-класс, меня часто спрашивают, а что, что, что будет за стиль? Это жаз или может быть какой-то еще стиль? Но это мой личный стиль. И у каждого из вас, у каждого из тех людей, кто приходит на мои мастер-классы, у них какая-то есть личная история, какая-то грустная история, какая-то, может быть, не очень грустная история. И вы можете все свои истории выплеснуть через танец на моем воркшапе. И большое спасибо за то, что вы приходите. И люди, которые смогут посетить наши мастер-классы в Санкт-Петербурге и в Москве, я буду очень рада вас видеть. Спасибо вам большое, что были с нами сегодня. Всех вас люблю. Еще раз спасибо вам. И спасибо всем, кто смотрел трансляцию. Мы напоминаем, что мастер-классы хореографа Джей Кима состоятся 9 декабря в Санкт-Петербурге и 10 декабря в Москве. Команда Дирзон также хочет выразить большую благодарность девушкам из Луф, которые, собственно говоря, привезли наконец-таки хоть кого-нибудь из хореографов в Санкт-Петербург. И ресторан Сеул, который находится по адресу Казан-Казанская Семца, то, что предоставил точку, чтобы это сделать видео. Всем огромное спасибо. Джей будет очень ждать вас на мастер-классах. Всем пока! Спасибо!